Добрый, добрый, добрый день! Сегодня о скульптурировании носа и нужно ли это всем. Как видите, мой нос достаточно широкий, плюс еще и курносый, поэтому я буду делать его немножечко уже, хотя бы визуально. Если ваш нос очень тоненький и в нем нет никаких лишних деталей, на ваш взгляд, то вы можете оставить его в покое и не трогать вообще. Итак, вернемся к моему курносому широкому носу. У меня в руках скульптор и кисточка. Я набираю скульптор на кончик кисточки и начинаю затемнять нос с тех самых выступающих частей, которые я хочу сделать более тонкими. И постепенно поднимаюсь по переносице вверх. Затем я снова набираю кисть, стряхиваю излишки об руку и перехожу ко второй половинке. И тоже я начинаю с самого широкого места, потому что акцент на нем. Я его немножечко прячу и постепенно точно так же поднимаюсь вверх, если необходимо, спускаясь вниз. Мы разобрали ситуацию, если нос вдруг широкий и нам хочется сделать его более узким. Есть еще такой момент, когда нос длинноватый и хочется сделать его немножко покороче. Я сейчас не буду ничего приукрашивать, говорю так, как есть. У меня нос курносый, поэтому мне укорачивать нечего. Мне наоборот бы желательно его чуть-чуть удлинить. Хотя я люблю себя такой, какая я есть. Итак, если ваш нос кажется вам длинноватым или так и есть, что можно сделать? Можно опять же скорректировать его с помощью скульптора. Для этого вы набираете на кончик кисточки скульптор и слегка вот такими движениями снизу затемняете удлиненный кончик. Таким образом тень даст глубину и ваш нос визуально будет выглядеть более аккуратным.